МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационного канала Севастополя новости. В студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Дорогу молодым. На совещании представительства президента России обсудили вопросы молодежной политики. Принесли клятву Гиппократа. Первая городская больница пополнилась новыми специалистами. Крым, Юг России. В Севастополе продолжается череда тематических выставок. В Севастополе продолжают борьбу с незаконно возведенными жилыми постройками. Проверку по выполнению требований госнадзора провели по адресу Киянченко, 24. Ранее хозяину этого дома вручили предписание снести возведенный незаконно четвертый этаж. По проекту на этом участке предполагалось трехэтажное здание. Застройщика на месте не оказалось, предписание не выполнено. Судьбу дома теперь решит Ленинский районный суд. Далее Анна Леготина. Четыре этажа вместо трех. Расстояние в два метра между соседними постройками вместо положенных шести. Несоблюдение правил безопасности. Это только часть нарушений в строительстве 24-го дома по улице Киянченко. Тут ни защиты нет. Скажем, лесов нет. Нет ни защиты, потому что проходит горячий видоработок, то есть сварочный видоработок. Все это капает нагло, люди проходят, все это нагло сыпется. Плюс на нашем, скажем, участке постоянно падают камни, падает арматура. Ранее по этому адресу уже проводились неоднократно проверки, в результате которых было выявлено, что здесь ведется строительство индивидуального жилого дома. С проектной документацией здесь предусматривалось строительство трехэтажного жилого дома. В настоящее время здесь расположен четырехэтажный жилый дом. По поводу этого нарушения застройщик был привлечен к административной ответственности, ему было выдано предписание об устранении нарушения. Как мы видим сейчас, на момент проверки предписание не выполнено. На нарушителя составлен протокол. Ленинский районный суд вскоре выберет меру наказания. Статистика показывает, физическим лицам обычно грозят штрафы и всего в несколько тысяч рублей. И такая система может продолжаться месяцы и даже годы. Застройщик будет оставаться практически безнаказанным. Однако, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Здание в эксплуатацию он не введет в любом случае. А после нескольких предписаний законом предусмотрена процедура полного сноса дома. По российским нормам индивидуальные жилые дома предусмотрены до трех этажей. О том, что это самовольное строительство, сказать нельзя. Здесь есть только нарушение норм. По поводу нарушений в ведомственные органы первыми обратились жильцы близлежащих домов. Пожаловались на неудобства. Растущее здание с каждым этажом лишало соседей утреннего солнца. Пока и вовсе из окна не стала видна только 10-метровая бетонная стена. Однако, это не единственная и не самая большая неприятность. Под этим домом находится эвакуационный выход дзота немецкого, который строился в 43-м году руками советских военнопленных. Если вы придете на угол катерной адмирала Владимирского, там стоит дот немецкий. Если вы туда не спуститесь и пройдете по подземному лазу, вы выйдете под этим домом. Мы там лет 15 назад, даже 17, мы ходили пешком под этим домом. Простыми словами, под домом – пустота. К тому же, из-за рельефа местности все осадки под наклоном стекают вниз через этот участок. Когда влага подмоет фундамент тяжелого четырехэтажного здания – вопрос времени. Жильцы района надеются, что предписание строительного надзора застройщик все же выполнит и не станет подвергать опасности жизнь соседей и свою собственную. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В Севастополе возможно полное отключение электроэнергии в период с 20 по 22 ноября в связи с аварией на ЛЭП в Херсонской области. Сотрудники управления обеспечения гражданской защиты граждан просят жителей города соблюдать спокойствие. Правительством города принимаются все необходимые меры для решения возникших проблем. Первая городская больница сегодня пополнилась новыми специалистами. Порядка 30 выпускников Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной и Симферопольских вузов посвятили во врачи. В числе новых сотрудников – хирурги, терапевты, кардиологи и другие специалисты. Анастасия Синица продолжит. После шести лет обучения в медицинском колледже Анна Белоусова стала врачом-анестезиологом-реаниматологом. Говорит, с выбором профиля определилась после практики в Севастопольской городской больнице номер один имени Пирогова. Новичок в профессии. Она уже около трех месяцев ведет пациентов. В плане какой-то неотложности и экстренности – это наиболее ответственная и наиболее сложная специальность, мне так кажется. Этим она меня, в общем-то, и привлекла. По крайней мере, сразу виден результат своей работы. Какая-то помощь, какое-то улучшение состояния больного. Торжественная церемония посвящения молодых специалистов в медицинские сотрудники в первой городской больнице. Впервые. Для новичков сегодня театрализованное представление. На сцене актеры театра имени Луначарского в образах основоположника врачевания Гиппократа, хирурга Николая Пирогова и медицинской сестры Даши Севастопольской. Вместе с ними юноши и девушки повторяют главный свод правил врача – клятву Гиппократа и обещают следовать ей. Я обязуюсь ее исполнять, потому что я выбрала эту профессию не просто так. Я выбрала эту профессию для того, чтобы наши больные были в надежных руках, и я стараюсь выполнять полностью все ее пункты. На сегодняшний день в первой городской больнице порядка 350 специалистов. Теперь штат пополнился 34 новыми сотрудниками. В их числе 16 медсестер и 17 врачей – хирурги, травматологи, терапевты, кардиологи, гинекологи и офтальмологи. Они обладают теми знаниями и навыками, которые нам необходимы в нашей работе. А в остальном старшие товарищи, которые станут их наставниками, старшие медицинские сестры, заведующие отделением, заместители главного врача. Ну и я обещаю, что будем заниматься их и образованием, и обучением своей специальности. В завершение молодым специалистам вручили именные бейджики сотрудников первой городской больницы. Анастасия Синица, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Крым, Юг России. Череда тематических выставок в Севастополе продолжается. Индустрия красоты и здоровья на этот раз собрала порядка 60 дистрибьюторов со всей страны. Здесь представлены товары российских, корейских, израильских и американских производителей. СПА-оборудование, декоративная и лечебная косметика, косметологические и парикмахерские услуги. В планах организаторов в следующем году практически каждый месяц, начиная с февраля, проводить как минимум по две выставки. Тематика – продовольствие, медицина, строительство, детские товары. Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы – привлечение в Севастополь новых резидентов свободной экономической зоны. Мы двигаемся по индустриям и отраслям, которые присутствуют в городе. То есть у нас была в мае выставка продовольственная и непродовольственных товаров. Мы решали задачу по привлечению этих компаний на территорию Крыма. Ну и, как оказалось, в принципе, правильно решали. Украинскую блокаду мы сейчас и наблюдаем. Была выставка в сентябре строительная. Большое количество компаний строительных зашли в Севастополь, поснимали склады, начали здесь, в принципе, уже работать. В рамках блокады, которая фактически есть, и сегодня уже пошли призывы к отключению электричества, мы фактически сейчас полностью зависим от материковой части России. И поэтому те направления, которые развиваются на этих выставках, это как раз дополнительно для нашего региона поставки товаров и, естественно, обеспечение нормальной жизнедеятельности города. После окончания каждой из выставок приезжающие сюда инвесторы и представители бизнеса общества каждый раз становятся участниками свободной экономической зоны. И на данный момент у нас уже есть ряд предприятий, которые стали участниками и запускают свое производство по результатам припрошлых выставок. Завтра у нас отдельное мероприятие для всех участников, для всех желающих. Это час отдельной конференции, совещания в рамках выставки об условиях свободной экономической зоны, где мы доводим порядок получения статуса участника и все возможные полученные преференции. Выставка «Индустрия красоты и здоровья» в Севастополе продлится с 20 по 22 ноября на парковке торгового центра «Муссон». На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин